Как определить, что насос у вас неисправен или сгорел? Ребята, когда вы сливаете унитаз ваш, да, просто унитаз, вы сразу же услышите, что вода не сразу уходит, а еле-еле, то есть буль-буль, так и будут бурления, да, в унитазе. Диамант пятый с наростами с завода. Есть у нас наросты, мы вставляем их отдельно, а здесь мы заказали уже литые. Здесь всего нароста 10 сантиметров, так как, почему, объясняю. В этом доме у нас заказчик вывел уже трубу, то есть гильзу закладную при строительстве фундамента. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в городе Ликино-Дулёво. У нас сегодня монтаж септика нашего любимого, Диаманта пятого. Сегодня опять под 30, но мы всё равно работаем, друзья. Сейчас будем погружать вот эту бочку, красавицу. То есть красавицу, да? Нет, не красавицу. Диамант, это он, да? Вот этот Диамантик мы сейчас будем погружать. Красавец, красава. Заказали с завода правый вход. Центральный заглушили. Вход компрессора. Компрессор будет находиться в здании. Самотёчный тоже заглушили. Принудительность заткнули. Ну и чего, пора, да? Путь дорогу, друзья. Готовим котлован. Котлован уже готов. Всё сделано чётко. Дно у нас выровнено. Уже закинули одно кольцо. Вода здесь близко полтора метра и вода. Почему? Септик мы делаем принудительный на всякий случай, чтобы не было перелива. Если критически вода поднимется весной вот в этом колодце, выше, чем у нас вход-выход из септика, вся вода у нас хлынет в септик. Нам и заказчику этого не нужно. Так что будем использовать дренажный насос. Так, ну что, готовим насос к погружению в септик. Так, насос у нас СМС. Накручиваем муфту. Отрезок трубы ПНД. 32-й. И сейчас будем вешать её, так как септик был заказан с отдельным отсеком. Блин, не туда пошёл. Отдельный отсек у септика, друзья, вот это выход из септика. Здесь мы заглушкой загрушили. Это самотёчный выход. Всегда его можно заказчику открыть, сюда пихнуть трубу, и будет септик самотёчный. А это впаяно специально для насоса. 32-я труба. И сделан отдельный отсек. Вон там площадка, отдельный отсек. И вот к этой трубе мы сейчас будем цепляться. Насосик будет здесь висеть, здесь будет поплавочек находиться. И по зову поплавка у нас очищенная вода, друзья, куда уходит в дренажный колодец. Так, сейчас погружаем насос в септик. Дренажный. Отрываем сразу же траншейку. Там сейчас пробьём отверстие под 32-ю трубу. В дренажный колодец. Схема, значит, такая. Из дома поступают нечистоты, очищаются. И очищенная вода дренажным насосом, он с поплавком, так. Отбрасывает у нас насос, значит, по зову поплавка очищенную воду в дренажный колодец. Ставим насос. Сейчас проверим поплавочек. Вот так она прикручивается просто от руки. А теперь, друзья, объясню. Очень много вопросов. Как, если что-то, значит, насос дренажный, это у нас, как у машины, запчасть, да? Сменная. Как это называется? Да не, вот у машины, допустим, да? А! Это, друзья, как у машины, расходный материал, да? Дренажный насос где-то работает в пределах от трёх до пяти лет. И потом, короче, его надо менять. Но если вы купите очень дорогой насос даже, и то не факт, что он у вас проработает больше пяти лет. Как его менять? Очень много вопросов. Да очень просто, друзья. Вот эта муфта. Просто вот это рукой открутили вот эту синюю штучку. Вынули, подняли, поменяли, обратно опустили и опять фоткнули и закрутили. Всё. Замена насоса, друзья, занимает обычно около пяти минут. И не надо там писать и спрашивать, как вы здесь меняете насос. Это проще, чем в топазе. В топазе там ещё надо нагнуться, изъеваться, там что-то открутить, какие-то хомуты там или ещё что-то. Здесь ничего нет. Здесь простая муфта ПНД 32. Друзья, запомните, пять минут и у вас насос новый. Как определить, что насос у вас неисправен или сгорел? Ребята, когда вы сливаете унитаз ваш, да, просто унитаз, вы сразу же услышите, что вода не сразу уходит, а еле-еле, то есть буль-буль, так и будут бурления, да, в унитазе. Это первый признак, что у вас накрылся дренажный насос. Септик не перельётся, септик не выйдет из берегов, потому что у вас ещё есть большой запас септики. Но вы всегда услышите это по вашему унитазу. Так что имеем это в виду, ставим лайк, если кому понравилось, и запомните, и сохраните это видео, чтобы вы реально смогли ваш насос поменять без проблем. Равняем подушку по уровню, чтобы потом больше септик не дёргать, не приподнимать, не опускать, чтобы он стал сразу ровно, чётко как обычно. Ну что, поехали, да? Полдак. Берём. Пошли. Опускаем септик. Давай, давай. В котлованчик. Вах! Блядь, а вот так? Так. И петлюзма, Боля. Давай, где-то тебя составят. Полдак. Бол rien. Так, бросаемся, второе кольцо, на первое я не успел. вот поехали на поехали помчались мне это 25 шланг туне подкладываем палочки там досочки маленькие это для амортизации чтобы на крайняк не сломать нам кольцо если кинем без амортизации то может быть у нас колечко может треснуть так ничего поехали помчались монтаж кача равняем и все его к манипулятора не нужно дорогие так все мы дощечки достали последние все кольца друзья замками ну все кольцо встала дренажный колодец почти готов осталось только крышку и все а 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